МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без нагляду меры профилактики гибели и травматизма на водоемах в области обмерковывали специалисты отказных службов. Сучасные технологии и матча на тепло у Гомеля выходит с немаулят с экстремально низкой массой тела. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Додатковые мероприемства по диспансеризации насильства, якой проживает на заборудженных территориях. Обороншие меры у сельских эксподатцев, приемия для тленовитой молоди и снижение податков для предпринимателей. На сегодняшней сессии областного совета депутатов разгляджены 12 вопросов, которые относятся разных галин в творчестве и социальной сфере. Наши корреспонденты почитывались принятыми решениями. Снижение дозы обменивания насильства, обеспечение жильем и льготной категории граждан и специалистов, которые проезжают на работу на территорию радиоценных заборуджеваний, а также реализация инвестиционных проектов, накереванных на социально-экономическое развитие потерпелых районов. Плюс будауництва станции обезжалезвания и набытье сучасного медицинского обсталявания. Региональный комплекс мероприемства по реализации Державной Чарнобыльской программы был затверджен на приканцы 2016 года, але за минулый час з'явилися новые реалии и махчымасті, які и знайшли адлюстраванне у новой редакции документа. На сегодняшней сессии у Вогаля унесены целый шерех изменений, у ранее принятые решения, накереванные у первую чергу на створение больше сприяльных умов для развития экономики. В приватностях это т�ándose снижение ставок одинаковы податку для индивидуальных предпринимателей. Платежики единого налога это более 9 тысяч. Еще, кроме индивидуальных предпринимателей, платежиков единого налога уплачestial данный налог физические лица, которые имеют право сошть деятельность по заявительному принципу в соответствии с Налоговым кодексом и Гражданским кодексом. Это число около 5 тысяч физических лиц. Для этой категории платежиков индивидуальных предпринимателей и физических лиц в третьем квартале 2020 года уменьшены ставки единого налога в два раза. Что это даст? Это оставит в распоряжении физических лиц индивидуальных предпринимателей более 1,9 миллиона рублей. А про то перегляджены умовы просуджения што-годовых премий по подтримце талиновитой молоди. Узнагородживание на Гомельшине отбывается уже больше, как 20 годов. За этот час степендиатами стали около 400 человек. Зараз, сколько с премий повеличивается, удокладняются их помер у залежности от номинаций. Ребенок талантливый, который учится в музыкальной школе, показывает результаты, является дипломантом и победителем конкурсов. Премия его составит больше 400 рублей. Ну а, скажем так, актера театра, если он, соответственно, тоже подходит по критериям сегодня инструкции о присуждении премии Гомельского облсполкома, его премия будет составлять более 700 рублей. Олег Синцюров, Миколай Скинцян, Евген Макеенко, телерадио Компания Гомель. Первые охвяры горячего лета. У этой понеделок в Гомельской области отбылся два несчастные выпадки на воде с уделом неполнолетних. Один из них скончился с мяротным заходом. Меры профилактики гибели и травматизма детей на водоемах в области обмерковывали подчас видеоконференции у Гомельским облаконками. Ганна Корольчук с подробязностями. 8 червяня у везца Марковича Гомельского района 15-годовый подлеток пошел на рыбалку с сябром. После вырышил поплавать. Изник в воде. Сябра хлопца одразу выкликал воротовальников. Водолазы оперативно пробыли на месте и просто 4-й годины вытягнули тело подлетка. В этот день здоровье не отбылось и в Хойницком районе. Потерпел 14-годовый хлопец. Мать повела ребенка искупнуться на копанку. Ребенок нырнул в мелкий водоем, ударился головой. После чего сообщил матери о том, что у него стали отказывать ноги. Мать помогла ему выйти на берег и вызвала скорую. Ребенок с травмами позвоночника доставлен в больницу. Подлеток застанется инвалидом. На обо двух водоемах купание было заборонено. Стояли папираджальные знаки. Однако их проигноровали. До того же в установах эдукации ранее проводились профилактические гутерки с детьми и батьками. На посажении комиссии по справах неполнолетних наместник старшиня Балваканкаму Владимир Прывалов закликал службы не гублять пильности и доручил не закрывать летом бассейны и организовать там занятки по плаванию для детей. До того же за эпидемиологичной обстановки многие школьники подчас каникулы все лето отправятся на дачные участки. Тому специалисты закликают батьков не выпускать детей с подуваги. Их житё залежит от дорослых. Хотел бы в очередной раз обратиться к нашим уважаемым родителям о том, чтобы они внимательно относились к своим детям, уделяли им внимание, контролировали, следили, где они проводят время. Хотя и погода как бы нормализовалась, но по сообщению наших специалистов вода очень холодная. И соответственно могут произойти различные ситуации. Поэтому с нашей стороны будут приняты различные меры. Это рейдовые мероприятия. Кроме того, мы постараемся широко освещать данную тему в средствах массовой информации. С початку этого года от разных причин в регионе загинули пять детей. За аналогичный период минулого года – восемь. Однако купальный сезон в 2019 году начался на месяц ранее. Ганна Каральчук, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». Развлеково-доведочный центр города Гомеля пропонует жихарам отримливать информацию об оплате жилево-коммунальных послуг про электронные нойзбиты. Для этого необходимо только заполнить ответную анкету на сайте предприемства. Сегодня информацию об мерах оплаты за жилево-коммунальные послуги гомельчане отримливают головным чином на паперовых нойзбитах. Перейти на обслуговывание про электронную почту у развлеково-доведочных центров начали пропонувать с прошлого года. Абоненту необходимо зайти на сайт предприемства rsc.gomel.by и заполнить анкету. Для того, чтобы указать свои пашпортные дадены, электронный адрес и лицевый рахунок, человеку хапает, конечно, несколько минут. И еще, прикладно про минуту после отправки, анкету отримают в центре. Зараз у гомеля наличивается амаль 180 тысяч абонентов, каля 10% из которых уже выказали жадание отримливать информацию об оплате коммунальных послуг про электронную почту. Со своего боку у развлеково-доведочных центров называют два основные плюсы от использования такой системы. Оперативность отримания информации и снижение расходов на друкование поведомлений. Рассчитано на граждан, которые пользуются интернетом. И которые с использованием ресурса интернет могут без труда завести свой почтовый ящик. Это распространено. Я бы не сказал, что это рассчитано на молодежь, либо на граждан среднего возраста. Почему? Потому что в настоящее время даже очень много людей пожилого возраста пользуются интернетом. И, в принципе, могут воспользоваться вот этими ресурсами для более оперативного получения информации о начисленных платежах за коммунальные услуги. Забарона на наведывание лесов денежная у четырех районов Гомельской области. Такая информация размещена на сайте Министерства лесной господарки. После выпадения опадков ситуация с лесными пожарами стабилизовалась. А лес Пякота снова вымусила увести забарону. Сейчас наведывают лесные массивы Нельга в Мазирском, Речицком, Октябрьском и Нараулянском районах. С начала этого года в Гомельской области зафиксированы 24 факта у сгорания транспортных средств. Супрацовники МНС совместно с Державной станцией технического обслуживания провели профилактическую акцию «Безпечный автотранспорт». Наши корреспонденты долучились до нее. На Державную станцию технического обслуживания в среднем приезжает около 30 машин что день. Не все водители отримывают заповедный документ с первого раза. Некоторых отправляют ликвидовать порушения. Но специалисты отзначают, что первоважная большинство водителей ставится с разумением. Артем Оленин проходит техогляд регулярно и на працованном транспорте, и на особистом. Гомельчанин отзначает, что делает эту первую очередь для своей безопасности. Сама процедура техосмотра, я считаю, достаточно важна, потому что каждый владелец по независимым от него причинам обязан это сделать. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что его машина технически исправна. Я прохожу регулярно каждый год. Я знаю, что у меня машина исправна, и я ничем не рискую. Хотя я и стараюсь это делать, и сам постоянно поддерживать его в таком состоянии. Сегодня выротовальники нагадали водителям об правилах безопасности и мерах продухления сгорания. А так само раздали тематические аброшуры и бланки для номеров телефонов. С начала этого года в области зарегистрированы 24 пожары транспортных средств. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2019 года. У вынековых сгораний 17 одинок техники снищены и 20 пошкоджено. Основные причины возникнения пожаров – порушение правил эксплуатации и механичное разбирение узлов и деталей. Автовладельцы, приезжая на гостехосмотр, смогут не только проверить свой автомобиль на безопасность для участия в дорожном движении, но и получат профилактические материалы по предупреждению пожаров в автотранспорте, а также смогут узнать, как необходимо правильно действие в случае возникновения возгорания автомобиля. МЧС напоминает, что в случае различных чрезвычайных ситуаций на дороге и возгорания транспортных средств, необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по номерам телефонов 101 или 112. Техогляд каштует 25 рублей. Процедура продолжится не больше за годину. За первое порушение терминов проходжения техогляду да и покарает автовладельника штрафом от 1 до 3 базовых величин. За полторное от 2 до 5. Веренька Хамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Областная детячая больница в Гомеле выходит немаулят с экстремально низкой массой тела. Причем специалисты совмещают сучасные технологии реабилитации с незусим традиционными медицинскими методами. Сирот наибольших эффективных – музыкотерапия и метод кенгуру. Дякуючи им, маленькие пациенты приходят в норму на шмат худшей. У них полепшается аппетит, обмен речево, сердечный ритм, дыхание и иншие показчики. Про нестандартный подход до реабилитации детей – наступный репортаж. Вот малыш родился раньше срока. Выхаживаем его, смотрим за ним. Усяго в этом отделении зараз коля 40 детей. Некоторые из них народились недоношенными. И кожного треба реабилитовать и выписать здоровым. Дарышце, у больницы для этого есть – все самое сучасное обсталявание. Светлана Аксенчикова мамой стала упершиню. Правда, ее дочка Ульяна занадто спешалася с устреться с родными и народилась ранее за термин. Теперь девчонка в специальном боксе. И все ж одних техничных пристосований – часом недостатково. У таких выпадках медики рекомендуют мамам выкористовывать метод кенгуру. Это уникальный, эффективный и в то же час простый способ выритования недоношенных детей. У его основе матчины обдымки. Первый раз, как-то, поездно еще держать такую кровь. Ну, так оно успокаивается. Тут и не такая пресня, что тут оно успокаивается на руках. Для подтримания теплового ланцужка дитя что дня на протягу 4-6 годин находится у неспынным контакте с мамой. По судностях это обновление тактильной совязи, якая из заранних родов была перепоненная. Дякуючи методу, у дитя типа ляпшаются пока шики кровозвороту, дыхание, повышается болевый порог, створается эффект расслабления и психологичной равноваги. Специалисты выкорыстовывают и иншие незвычайные методы реабилитации. Наприклад, музыкотерапия. Это специально подобранные гуки, минавито классичной музыки. Это поляпшая обмен рэчевоу, нормализуя сердечный рытым и оказывая заспокаяльное узденье. У вынику реабилитации проходит на шмат худший. Подобное лишение за минулый год тут пройшли коля сотни дятей. Самый маленький пациент вважил 480 граммов, а выписывался уже с плюсом у 3,5 килограммы. Сейчас гораздо легче обследовать деток, потому что все наши детские отделения находятся в одном месте, на одной площади. И в том числе узкие специалисты, которых раньше приходилось вызывать в других больниц, они находятся у нас, они могут прийти в любой момент. Оказывается, квалифицированная круглосуточная помощь и экстренные какие-то мероприятия могут проводиться в любое время дня и ночи. Системный подыход у лечения детей стал реальным после реконструкции детячей больницы. С тех часов шанс на жизнь отримали сотни новонародженных беларусов. Одновленный период в шмадликих ситуациях сократился. Открылись отделения, которых ранее в городе не было с усим. А кроме того, появилась мягчимость телемедицины, когда удельничать в процессе онлайн, могут специалисты из других городов и даже стран. Вольга Коновалова, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН. Это и другие новости, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Речице 42-летний мотоциклист сломал руку сотруднику ГАИ. Работник автоинспекции остановил мужчину на одной из улиц города. На требование предъявить права водитель ответил отказом. Якобы забыл их дома. Наличие документа проверили в базе. Водителя с названными данными в ней не оказалось. Мотоциклисту предложили проследовать в РОВД для установления личности. Однако тот попытался сбежать. Началась погоня. Правонарушитель перелез через забор и попал на территорию организации. Там его настиг инспектор ГАИ. Мужчина оказал сопротивление милиционеру и сломал ему руку. На помощь пришли сотрудники департамента охраны МВД. Общими усилиями беглеца задержали. В ходе разбирательств выяснилось. У мотоциклиста в 2018 году изъяли удостоверение на два года. Срок наказания должен был закончиться этой осенью. Жителя Речицы поместили в ИВС. Составлен административный протокол. А также возбуждено уголовное дело. Героический поступок лесников из Лельчицкого района не остается без внимания. Напомним, на прошлой неделе в деревне Иваново-Слобода произошел пожар в одном из домовладений. Горели сарай и кровля жилища. Работники местного лесничества Сергей Роговой и Александр Воробей первыми его обнаружили и спасли от пожара двух мальчиков. Четырех и семи лет. Председатель Лельчицкого райисполкома Сергей Косинский вручил храбрым лесникам благодарственные письма и ценные подарки. Мужчины не считают себя героями. Скромно говорят, что просто оказались в нужное время и в нужном месте. Трагедия в Речицком районе. 64-летний житель Хойникского района погиб под колесами дизель-поезда Гомель-Калинковичи. Инцидент произошел недалеко от Василевич. Машинист заметил мужчину, неподвижно лежавшего между рельсами. На сигналы тот никак не реагировал. Поезд экстренно остановили, но наезда избежать не удалось. Обстоятельства инцидента выясняются. Подобный случай уже не первый в этом году. С начала года это уже пятый случай. Пятый случай травмирования граждан подвижным составом. Из пяти случаев четверо закончились. Четыре случая закончились смертью пострадавших. В прошлом году, по состоянию на сегодняшний день, за аналогичный период было травмировано также пятеро граждан. Все закончились летальным исходом. Сотрудники ГАИ ищут свидетелей ДТП на Дубравном проезде в Гомеле. По предварительным сведениям, 2 июня примерно в 16.10 грузовой автомобиль «Крас» остановился у края проезжей части. Водитель вышел, чтобы осмотреть машину, но грузовик неожиданно начал движение и задавил его. Мужчина 1976 года рождения скончался на месте. Если вы обладаете какой-либо информацией о случившемся, обратитесь по телефону, который вы видите на экране. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра в Гомеле состоится второй матч финала чемпионата Беларуси по мини-футболу. В РЗ примет Оршанский Витен. В первом поединке, который состоялся на поле соперника, вагоностроители уступили 2-3. Сравняя от счет серии до трех побед, гомельчане попробуют на своей площадке. Игра будет проходить на арене спортивного комплекса «Локомотив». Начало в 19.00. По решению Беларусской ассоциации мини-футбола матчи плей-офф проходят без зрителей. Однако без мини-футбола болельщики не останутся. Прямую трансляцию всех поединков нокаут-раунда можно посмотреть на официальном канале ассоциации «Футзал Беларусь» на YouTube. За бронзу чемпионата борется другая гомельская команда «БЧ». В первом эпизоде двухматчевого противостояния железнодорожники уступили столице. Судьба медалей решится в Гомеле. 12 июня. Белорусская федерация легкой атлетики определилась с летним республиканским соревновательным календарем. Ближайший старт намечен на конец текущего месяца. С 24 по 26 июня в Минске состоится легкоатлетический турнир, в рамках которого пройдет мемориал Рамуальда Клима. С 30 июня по 2 июля Гродно примет первенство Республики Беларусь по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 15 лет и моложе. С 6 по 9 июля в Бресте состоятся первенства страны среди юниоров и Олимпийские дни молодежи. В середине июля там же пройдет Кубок страны. Главный старт сезона примет столица. Сроки проведения чемпионата Беларуси – 30 июля, 2 августа. Открытый турнир на призы Михаила Желобовского состоится в столице во второй половине августа. Иваныч, каким мы его запомнили? Накануне белорусскому футбольному тренеру Владимиру Журавелю исполнилось бы 49 лет. В 2016 году специалист тренировал футбольный клуб «Гомель». Под его руководством «Зелено-белые» смогли вернуться в элиту национального чемпионата. В память о Владимире Ивановиче пресс-служба клуба сняла фильм и разместила его на своем канале на YouTube. Бывшие и настоящие игроки «Гомеля» тренеры рассказали о том, каким был Владимир Журавель в жизни и в работе. Напомню, что тренер скончался после болезни в ноябре 2018 года. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.